Мы находимся в историческом этапе формирования новой экономической и политической карты мира. И здесь наблюдаем и огромные риски, и новые возможности. Разрываются традиционные цепи поставок не только конечных товаров, но и оборудования, технологий и финансов. Добавление к этому безопасности становится прямим риском для всех нас. Под этим понятием сейчас не менее важными становятся продовольственная, климатическая, технологическая, логистическая, промышленная, финансовая и, конечно же, социальная безопасность. Я хочу остановиться на некоторых из них. Уверен, что мы все обеспокоены взрывным ростом цен, особенно на продовольствие, в связи с чем резко растет стоимость продовольственной корзины. Даже при высоком экономическом росте, а в первые два месяца 2022 года экономика Армении выросла на 12%, уровень бедности растет огромными темпами. И правительствам нужно прилагать сверхусилия для недопущения социального бедствия. Правительство Армении действует проактивно по этому поводу, распределяя сверхприбыли, например, от горнорудной промышленности в сельское хозяйство, увеличивая капитальные инвестиции в регионы Армении и ассигнование в социальную сферу. Мы существенно увеличили свои инвестиции в образование, здравоохранение и науку. Программа правительства Армении 21-26 и программа развития Армении 2050 года предусматривает усиленное промышленное развитие в настоящей декаде 2020-2030. В связи с этим мы уже привлекли достаточно большое количество новых предприятий, предоставляя им преференции в разных формах, а также постоянно улучшая среду ведения бизнеса, включая налоговую, законодательную и инфраструктурную часть. Мы понимаем, что без устойчивых логистических путей и связок с нашими основными рынками серия избыток мы сильно рискуем в развитии промышленности. В связи с этим Армения начинает постоянное паромное сообщение между Россией и Грузией для регулярного железнодорожного сообщения между Арменией и Россией и, следовательно, со всеми странами Центрально-Азиатского региона. Мы уверены, что эта связка существенно оживит торговлю между нашими странами, так как даст возможность значительно сократить расходы и время на транспортировку серия и товаров. Вдобавок к этому мы начали работу над ускорением двух транспортных коридоров из портов Мумбаи и Дубая в Россию и Европу. Думаем, что эта работа очень перспективна и даст возможность увеличить товаропоток между Южно-Азиатским регионом и Европой и Россией. Мы считаем, что можно и значительно улучшить время поставок по этим коридорам, улучшая регулярность морского транспорта, внедряя в систему электронного документа оборота и, конечно же, усиленно инвестируя в дорожную и транспортную инфраструктуру. Уверен, что даже при таких огромных рисках у нас вместе есть большие возможности наращивания собственного и совместного промышленного потенциала, замещения освобожденных рынков собственной продукцией, а также завоевания новых рынков, где появляется лучшее, чем раньше, доступность входа. Друзья, мы должны существенно усилить наше сотрудничество в это непростое время. Армения, хотя и небольшая страна, искренне предлагает воспользоваться всеми ресурсами, которыми обладает. Это, во-первых, человеческий капитал армянского народа в Армении и за ее пределами, а также экономические, инфраструктурные, торговые и финансовые активы. Одним словом, все, что нужно для успешной реализации совместных проектов. В конце еще раз хочу поблагодарить организаторов выставки Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации за прекрасное организованное мероприятие и за гостепинство, чем всегда отличается древний и великий узбекский народ. Спасибо. Спасибо.